О вино цвета дня Неда не вместиться в одинокий бокал, В одинокую душу, в одинокую песню. Азербайджан, расположенный сразу в девяти климатических зонах, славится своими винодельческими традициями и винами с самых разных сортов. Это поистине национальное достояние, которое развивает энотуризм в республике и привлекает в страну огромное количество путешественников каждый год. Мы отправляемся с вами в увлекательное путешествие вкуса, в одну из крупнейших виноделин Азербайджана, чтобы показать, как производится и создается неповторимое азербайджанское вино. Вино Савалан. Мы в прекраснейшем живописном древнейшем городе Габала. Он сегодня является одним из популярных туристических направлений в Азербайджане. Габала была столицей древней Кавказской Албании и играла важную роль в жизни страны, начиная с 4 века до нашей эры. Здесь по сей день можно любоваться древними храмами той эпохи. В 40 километрах от Габалы расположилась одна из крупнейших виноделин Азербайджана – Савалан, которая получила свое название благодаря одноименной равнине, на которой располагаются виноградники. Здесь же находится легендарная гора – великолепный памятник природы, закрывающий местность от всех ветров и прозванный в народе «Спящей красавицей». Эту гору вы можете лицезреть на этикетке всей продукции Савалан. Это не просто место, где рождаются вина. Савалан – это священный храм виноделия, где каждая бутылка становится живым рассказом о плодородной земле, вкуснейшем винограде и большой любви к своему делу. Мы решили, что надо делать правильное вино в Азербайджане. Есть территории, есть возможности, есть эруар свой. И решили посадить немножко винограда для того, чтобы делать собственное хорошее вино. Но так сложилось, что давайте еще посадим 2 гектара, еще 3 гектара, и получилась уже винодельня. Не домашнее вино, а получилась винодельня. Уже когда поняли, что это переходит в бизнес, мы стали работать. Мы пригласили итальянских виноделов. И на самом деле есть в России очень классный специалист Денис Руденко. Он сказал, что мне очень нравится Азербайджан, потому что Азербайджан не стал изобретать велосипед. Он просто нанял винодельня Азербайджана, наняли хороших специалистов с разных стран. У нас и на других винодельнях работают итальянцы тоже, и французы работают тоже, и молдаване ребята работают тоже. Пригласили специалистов и стали делать вино по новейшим технологиям европейским. Первое, что мы сделали, понятно, что мы купили саженцы. Мы купили у итальянской компании саженцы. И это был господин Сартори, великая фраза которого всегда говорится о том, что из хорошего винограда можно сделать плохое вино, из плохого винограда хорошее вино не сделаешь. И это база, основа. И он нам порекомендовал Даниэль. Он сказал, что это специалист молодой, классный, перспективный, в восьмом поколении винодел. Он готов к нам приехать. У нас 22 технических сортов. Это, ну, если мы говорим про белые, это Вианье, Шардоне, Вердеха, Савиньон Блан, Мускат, Траминер. Я там могу продолжать эту линейку. Из красных сортов, если пойдем по стандарту, это Сера, Аликанто Буше, Гренаж, Питивердо, Каберне Савиньон, Каберне Франк и так далее тоже. В каждой капле вина Савалан – любовь. И в это сложно не поверить, узнав историю любви двух итальянских технологов в третьем поколении – Даниэля, Де Андрея и Элизе Ваньоне, которые полюбили друг друга именно на винодельне Савалан в Азербайджане. Из Италии их пригласило в страну огней руководство Савалан, чтобы помогать возрождать виноделие и делиться уникальным опытом. Их сотрудничество на азербайджанской земле переросло в любовь, крепкую семейную пару. И сегодня они, два итальянца, вместе создают азербайджанские вина высочайшего качества. Мы были знакомы со студенчества с Даниэлем, учились вместе, просто друзья. Но Азербайджан соединил наши сердца, на этой земле мы полюбили друг друга. Первым в Азербайджан по приглашению прилетел Даниэль. Он признается, что было сложно решиться уехать из Италии и развивать что-то новое в Азербайджане. И Элиза была единственным человеком, которая полностью его поддержала. Наша история любви началась с винограда. Моя семья и семья Элизы всегда занимались виноделием в Италии. Наверное, поэтому нам очень просто было всегда понимать друг друга. Мы с детства росли в культуре виноделия. Когда я приехал сюда, то сразу задал вопрос руководству компании. Какое вино вы хотите получить? И они показали мне Амароны, Томазо, в общем, самое лучшее вино в Италии. Я был в шоке, ответив им, да, я знаю. Это лучший вина Италии, получить такие вины в Азербайджане мы тоже можем. Но мне на это потребуется 3-4 года. И мы с головой окунулись в рабочий процесс. А в 2012 году Савалан уже получил свои первые медали. Я был очень воодушевлен. И год за годом мы улучшаем наше вино. Сейчас у нас более 20 наименований вин. В 2011 году к нам присоединилась Элиза, чтобы помогать. Мы начали расти такими темпами, что у меня попросту уже не было столько времени. Один я уже не справлялся. Для меня всегда было очень важно, что именно она была единственная, кто поддержал меня с моей идеей поездки в Азербайджан. Именно Элиза сказал, ты должен ехать. Он очень боялся лететь сюда, потому что никогда здесь не был. Мы не знали, что здесь с виноградниками. И я была единственная из его друзей, кто сказал, едь и не бойся. После 6 месяцев этого проекта винодельни, руководство понимало, что проект становится все больше и больше. Он разрастался на глазах. И Даниэль меня попросил, могу ли я приехать помочь ему. Потому что винодельная Савалан становилась из какой-то маленькой мечты очень большим масштабным проектом. И я приехала в Габалу. Это был сюрприз для меня. Все, что я увидела, казалось нереальным. Сейчас на винодельне Савалан выращивают 23 сорта винограда. Виноградники, расположенные на высоте около 400 метров над уровнем моря, впитывают много солнечного света, позволяя выращивать многочисленные теплолюбивые сорта винограда, в том числе аликанте-буше с красной мякотью. А для того, чтобы вино получилось максимально вкусным, для этого используются новейшие итальянские технологии. На самом деле, вот это абсолютно новая технология, если вы видите итальянскую, видите, здесь пружины находятся. Когда у тебя появляются новые саженцы, они маленькие, ты имеешь возможность поднимать линии металлический каркас для зацепки винограда. И натягивать в зависимости, насколько он растет, это натягивать. Пружина дает возможность натяжки у тебя. И видите, здесь он крепится тоже вниз. Какая конструкция. Да, но виноград должен расти наверх и правильно абсолютно, для того, чтобы получать определенное количество света, определенное количество солнца. И это все вытягивается. То есть это вообще ноу-хау последних 5-7 лет. Вот если вы с этой стороны посмотрите, здесь вообще видно отлично, да, видите, пружины, натяжка и так далее. То есть приходят агрономы, и они это подтягивают, поднимают или опускают. На нужную высоту. На нужную высоту. Они, видите, двойные, чтобы держал полностью стебель. Вот. И как бы это абсолютно новая технология. Сейчас где-то, наверное, 10 утра примерно, да, 10 утра. Нет, 20 минут 10. 20 минут 10. На улице где-то, мне кажется, 36. И вот для меня, как человека-обывателя, мне очень интересно, как вы сохраняете виноградники вот такими зелеными. Почему они не выгорают? Почему здесь созданы такие условия, чтобы был вкусный виноград и впоследствии вкусное вино? Ну, один из примеров. Вот эта метеостанция, на самом деле, если вы видите сверху, это корзина. Для определения количества дождя. Это для ветра. И вот самое интересное, это имитация листа. Это влажность на листе и влажность под листом винограда. И плюс ко всему, еще кабели идут вниз в землю. Это все определяется, и по системе электронной связи подается технологу. И он начинает понимать, что надо с этим делать. Много воды, мало воды. Вот о чем мы говорим для винограда очень важно. То есть много воды – это плохо, мало воды – тоже плохо. То есть надо поймать баланс определенный. Нам нужна вода. Вот мы можем переходить уже с вами к искусственному озеру. В винограднике находится 400 метров над уровнем моря. С правой стороны река, с левой стороны река. И, в принципе, виноград получает необходимую воду. Но если надо что-то добавить, должен быть всегда резерв. Вот мы этот резерв как бы сделали. Внизу есть насосная станция, которая качает воду с горных рек. Да, и вода поступает вот в искусственное озеро, потом очищается по системе фильтрации. И здесь не видно, потому что все капельное нарушение подземное. Грубо говоря, это трубы. Под землей есть трубы, да. Причем трубы почему не сделаны наверху? В Европе делают наверху обычно, но здесь очень много солнца. Когда, если сверху капает вода, 80% испаряется. А здесь четко капает в корень столько, сколько нужно. Мы находимся в подвалах винодельни Савалан, где вино выдерживается вот в таких дубовых бочках. Мы находимся с вами буквально в самом сердце завода. Именно отсюда вино попадает в бутылки, но уже потом к нам с вами настало. Из земли к бокалу. Эта фраза стала символом винодельни Савалан. Каждая капля вина переносит нас в путешествие по истории, природе и страсти, которые сливаются в одном бокале. Здесь в Савалане мы никогда не останавливаемся. Мы не можем сказать, все, стоп, мы достигли совершенства. Я всегда знаю, мы трудом команды делаем с каждым днем наше вино еще лучше, чем это было вчера. Но сколько бы мы не рассказывали вам о вине, его всегда нужно попробовать и выбрать для себя что-то свое. Для того, чтобы понять суть вина, нужно погрузиться в его мир, путешествия сквозь ароматы и вкусы, это путешествие в историю культуры Азербайджана. У меня в руках премиум вино, красное сухое, бордовский стиль, бордовские сорта. С 16-го года рожаю, 16 месяцев выдержка в Барике. Рассматриваем цвет этого вина. Если есть коричневые тона, то это признак того, что это зрелое вино. А здесь мы наблюдаем, это такое вишневого цвета. Можно сказать, что это молодое вино, 7-8-летнее вино. Даже не зная алкоголь, мы по винным слезкам можем определить объем алкоголя в этом вине. Вот нам показывают эти ножки, что здесь 14 или 14,5. Ножки, чем плотнее, тем больше алкоголя. Чем широкие ножки, алкоголь там уже меньше, 12-13. Оцениваем на цвет, на блеск, проверяем на прозрачность, проверяем на нос. Учитывая определенные ароматы, мы можем уточнить, здесь присутствует кабене франк, кабене савиньон, есть шагалатные нотки, это присущие аликанто буша. 28 февраля 2013 года завод ISP Вайнери, где производится вино Савалан, посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Руководство компании рассказало главе государства, что основная цель одного из крупнейших предприятий страны – восстановление славы винодельческой отрасли, которая имеет многовековую историю. Это бренд страны, потому что здесь есть такой климат. И вот мы сегодня с вами утром выезжали, вы сказали, что прохладно, давайте кофточку накинем, сейчас мы стоим на жаре 42 градуса, а вечером будет опять 22. Это определенные климатические условия. И азербайджанские вина, они абсолютно специфические. Вот мы, когда выходили на европейский рынок, мы, наоборот, давали пробовать людям вина стандартные, вот Сера, Шардоне, Вионер. Человек должен понимать, что чем отличается Сера азербайджанский от Сера, допустим, европейского, это большой отличие. Сейчас виноделие страны – активно развивающаяся отрасль. Благодаря поддержке государства и личному указу президента Азербайджана Ильхама Алиева ежегодное закладывание виноградных садов возросло до 800 гектар. Площадь виноградника в стране на сегодняшний день доведена до 18 тысяч гектар. Оваловый объем урожая в прошлом 2022 году составил почти 205 тысяч тонн. С 2007 года, года основания, Савалан стал одним из самых популярных в Азербайджане и за его пределами брендов вина высшего качества. Их винам присвоена категория вина, защищенного географического наименования по происхождению. В копилке винодельни 61 медаль, завоеванная на крупнейших международных конкурсах. 17 золотых, 18 серебряных и 26 бронзовых медалей. А в конце 2021 года Савалан получил одну из самых престижных наград отрасли. Приз за самое лучшее вино Старого Света жюри единогласно присудила Савалан Нобель 2016 Эксклюзив Коллекшн. Придя в ресторан, отмеченный мишленовскими звездами, вы легко можете найти вина бренда Савалан, обладающий индивидуальным характером, впитавшим в себя уникальный теруар Азербайджана, произведенные по новейшим технологиям и при этом сохранившие верность традициям. Я считаю, что все международные стандарты практически во всем очень хорошо выдержаны здесь, в Азербайджане. Азербайджан – это земля туризма. Сюда приезжает огромное количество людей. Это еще и старинный край виноделия. Я приезжаю в Азербайджан регулярно с 2010 года, и каждый раз страна меняется. Все изменилось с того момента, когда я впервые прилетела в Баку. Сейчас это совсем другое Азербайджан. Он растет быстро очень, быстрыми темпами. Я очень счастлива наблюдать за этим. Я вижу, как на моих глазах растет и расцветает страна. Я люблю эту землю уже как свою вторую родину, и это правда. Самое главное – это люди, которые относятся к этому продукту с душой. Это земля, которая дает этот виноград. Оборудование можно купить. Но если у тебя нет винограда, ты ничего не сделаешь с этим. Вина Савалан могут достойно конкурировать с такими аксакалами виноделия, как Франция и Италия. А в чем-то и обогнав. В мишленские рестораны, то есть там невозможно денег и зайти в мишленские рестораны. То есть ты даешь пробовать. Сотрудники мишленских ресторанов, как бы у них еда связана с вином. То есть у них абсолютно четко, это не просто там вкусно поесть. Нет, там это все вместе. И они подходят к этому по-другому. Они готовят еду под вино. Двух мишленский повар написал, что я первый раз в жизни подбираю под вино еду. Виноделие Азербайджана – это искусство, сотканное из истории страсти, профессионализма и любви, в котором каждый обязательно найдет что-то свое, подберет напиток богов по своему вкусу и характеру. Если сравнить мой характер и характер супруги с вином, то, пожалуй, я менее эмоциональный, менее агрессивный, но могу быть очень строгим. Одно скажу точно – Элиза – это не мускат, как большинство женщин. Она – шардоне. Из этого винограда можно получить все. А я – это сера. Мой характер более спокойный. Из сера можно получить розе, например. Я – это красное вино, однозначно. У меня очень сильный характер. И я сама предпочитаю больше красное вино. Вы можете найти в красном вине очень-очень много. В нем всегда открывается что-то новое. От каждого глотка оно раскрывается, играет. Если говорить о вине, то я – Нобель. Это Каберне Франк. А Даниэль, он более мягкий, чем я, спокойнее. Я как огонь. Если до меня дотронуться не вовремя, то я могу сжечь. А мой супруг – сера. Он более мягкий. Может быть, в этом и есть секрет нашей любви. Мы очень разные, но с одинаковой сильной любовью любим одно и то же – Италию, Азербайджан и наше вино. Ежегодно тысячи туристов со всего мира приезжают в Азербайджан для посещения винодельниц Савалан. Здесь можно незабываемо провести время с семьей и друзьями, наслаждаясь потрясающим вином на фоне живописной природы. Вам проведут экскурсию по заводу и уникальным погребам винодельни, устроят незабываемую дегустацию и окутают настоящим азербайджанским гостеприимством. Сидя в роскошном ресторане винодельни, расположенном на одной из самых высоких точек долины Савалан, вы насладитесь не только незабываемыми винами, но и попробуйте национальную кухню, которая по праву считается одной из самых вкусных в мире. Гостеприимный и радушный Азербайджан перед каждым желающим открывает бесценные сокровища своей плодородной земли. Но это земля наша. Солнце у нас общее с вами, а Таруар здесь абсолютно другое. Вот мне очень многие спрашивают, у вас технологии итальянцы, оборудование итальянское, по итальянскому технологии все построено, все сделано. Что у вас азербайджанского? Я говорю, что солнце и земля. Даниэль меня поправил, солнце общее. Земля у вас. У вас такая земля, ребята, что вы даже не понимаете, насколько она роскошна. Каждая гроздь азербайджанского винограда впитала в себя теплое южное солнце, живительную влагу, горных рек, ну и, конечно же, любовь. Любовь тех, кто ежедневно ухаживает за ним. Благодаря этому и получается неповторимое и самое вкусное азербайджанское вино. О вино! Ты приносишь весну, и зеленым побегом к небу тянется радость. Стены рушатся, в прах рассыпаются скалы и смыкаются бездны, и рождается песня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok